Один погиб, девять раненые. Такие потери понесли украинские военные на передовой в минувшие сутки. В Красногоровке во время обстрела пострадала женщина. С осколочным ранением руки пенсионерку госпитализировали, сообщает штаб АТО. В населенных пунктах вблизи линии соприкосновения новые разрушения. Подробности у Анастасии Пугач. Боевые действия на Луганщине активизировались за сутки. Там зафиксировано более 30 обстрелов. Наиболее напряженная ситуация в Крымском. В окрестностях поселка огонь ввелся из 152-мм артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и минометов. За последние сутки там разорвалось более 130 мин. Впервые за долгое время снаряды разрывались в жилых кварталах Попасной. Один из боеприпасов приземлился возле частного дома. Осколками повыбивалось стекла, разрушен гараж и поврежден забор. Зафиксировано минометный обстрел в районе Катариновки. Попасно было обстрелено двое из минометов калибра 120 и артиллерии калибра 122. В Новоалександровке было горячие 7 обстрелов зафиксировано. Накануне вечером в течение часа продолжался обстрел КПВВ Марьенко. Ранение получил один пограничник. Его доставили в больницу. К счастью, в этот момент машин на территории пункта пропуска не было. Никто из мирных жителей не пострадал. Снаряды разрывались и на территории самой маленькой. Без крыши остался частный дом. Под огнем и Новомихайловка. Там на одной из улиц посечены стены, выбиты окна и сгорел автомобиль. Эпицентром противостояния остается Авдеевка. Там повреждены два частных дома. К счастью, обошлось без жертв. На Мариупольском направлении, в районе Лебединского, работала артиллерия. В Широкино и Водяном зафиксированы минометные обстрелы. Под огнем также окрестности Донецка. Там, по данным штаба АТО, ранение получил один украинский военный.